Уже много лет для Ларисы Васильевны Крутиковой 28 июля праздник, который отмечается в расширенном формате. Свой день рождения и день освобождения Бреста. Родилась она в 1944 году на Сахалине в семье военнослужащего. Но волею судеб вместе с родителями в 1955-м переехала в Брест и с тех пор гордо именует себя Брещанкой. Город над Бугом стал родным, знает каждую улочку, помнит, каким он был в те далекие послевоенные годы. С восхищением говорит о современном Бресте. Помню полностью Брест какой был, все помню. Где улицы, где что было, какие дома были. Но он все равно был маленький, уютный, красивый городок такой. Провинциальный, конечно, но теперь не сравнить, но ностальгия есть. А жили мои родители по улице Ливаневского вниз, туда, где Чапаева. Чапаева, потом Наганово. На улице Чапаева там стояли домики для военнослужащих, финские такие. Вот на том месте, где мы жили, там детский садик теперь. Ориентируетесь, да? Да, конечно. Вот там вот был прям, где детский садик, это был наш дом. Конечно, место прекрасное, красивое, парк рядом. Да, все игры в парке. С мостика, который теперь на озеро идет, мы прыгали и ныряли, плавали там. Как лягушата, тогда это можно было. А в современный город, в центр современного, вы живете в самом сердце города, на Советской. Ну, что могу сказать, что улица Советская, это действительно сердце города. То есть, когда мне грустно, я подхожу, как мы смотрим, город, как бы сказать, он не засыпает. Он живет с утра и всю ночь. Так хорошо, да? С утра до следующего утра. Это прекрасно. Молодежь, вот, сидит здесь вот всегда у фонтана. Мне нравится, когда тут жарко, очень много, вот выглянешь, вот много детей бегает, играет, радуется, смеется. Вы оптимисты? Да, 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 да. И поэтому как-то все это, ну, прекрасно, я считаю, что... Сегодня Лариса Васильевна принимает гостей. Поздравить с двойным праздником в ее дом пришли глава администрации Ленинского района Валентин Милошевский и руководитель районной организации «Белая Русь» Андрей Гендель. От души вас поздравляем. Этот букет цветов вам. Спасибо. Прекрасные цветы. Да, и, конечно, наши сувениры такие маленькие. Сувенирчики. Какой женщине неприятно внимание. Добрые слова пожеланий, подарки, цветы – все это произвело на Ларису Васильевну огромное впечатление. Это значит, такая инициатива специалистов Ленинского района должна найти продолжение. Идея возникла спонтанно. 77 лет освобождения города Бреса, вот где мы, как и не юбилейная дата. Но каждый год мы отмечаем этот праздник. Для нас он важен. И вы видели, насколько была счастливая Лариса Васильевна, что ее пришли поздравить так спонтанно. Она была просто ошарашена. Говорит, а почему я? Говорит, так вы, потому что родились в этот день. Вы ровесница. Сколько позитива у этой женщины. Как все хорошо. Сколько энергии. Она довольна, что город развивается, что город растет. И очень важно, что муж, я тоже работал в жизни и экономической хозяйстве, и она очень четко следит за состоянием города. И радуется, что она становится чище, ухоженнее, уютнее. Приятно общаться с таким вот позитивным человеком. Гостеприимная, разговорчивая от такого внимания к себе, Лариса Васильевна немного стушевалась поначалу. Но привыкшая общаться с людьми, педагог по образованию, быстро адаптировалась и охотно делилась воспоминаниями. А их в жизненном багаже нашей героине, поверьте, немало. Лариса Васильевна признается, что эта связь двух дат в ее судьбе ощущается по жизни. Я это очень чувствую, вот каждый год праздник вот этот вот, да, и да не только. Я как вот ребенок, который в послевоенное время вырос, и я все это как-то прочувствовала, наверное, всеми своими вот клеточками. Это было так. И поэтому я считаю, что день победы, вот который мы отмечаем, и день освобождения города Бреста, это такое счастье. Это счастье, что люди дожили из-за этого, что бегают дети в фонтаны, смеются, играются, радуются. Бабушки с ними тоже, и я тоже смотрю, и мне это тоже поднимает настроение. Тоже радостно. Да, ведь подрастает новое поколение. Очень милый, добрый, нежный. Ну, все самые добрые слова можно сказать только о ней. Почему? Потому что даже первое впечатление, оно не обманчивое. Хочется пожелать ей самое главное, всего главное – здоровья, бодрости духа, такого же оптимизма, такой же красоты и молодости души. Красивая, умная, элегантная женщина. Лариса Васильевна не унывает и не ропщик. Признается, что в ее жизни и сегодня много интересного. Того, что дает силы и желание жить. Читает, общается по скайпу. И главное – утро у нее начинается с ходьбы по живописным местам Бреста. А это стимулирует и на дальнейшие занятия с собой и для себя. И главное – она любит жизнь, любит людей. Мы не любим часто друг друга, обижаем друг друга и не замечаем этого. Ведь человек родился от любви, а Бог – это любовь. Любовь – это мамины глаза, это мамины теплые руки, это семья, которая тебя окружает, когда ты ее осознаешь. Это дом, в котором ты живешь, это люди, которые окружают тебя, это двор, в котором ты живешь. И играешь со своими сверстниками. Это улица твоя родная, это школа, которая рядом, это город твой родной. И самое главное – это страна. И когда ты вырастаешь, ты уезжаешь с этой страны. Ты можешь уехать за границу, ты можешь уехать в другой город, но эти воспоминания останутся с тобой на всю жизнь. Здоровья и долголетия желает вам Лариса Васильевна, команда журналистов, телекомпании БУК-ТВ.